Продолжение следует... Насколько я знаю, Рустам Хамдамов использовал его композиции в своем последнем фильме «Мешок без дна», а его творчеством я восхищаюсь, и даже при создании одной из своих студентских коллекций я обращала внимание на его творчество и вдохновлялась им. И теперь у меня есть прекрасная возможность познакомиться с творчеством Дмитрия Курлянского благодаря проведению фестиваля новой музыки в Омской филармонии. Также я заметила, что в данном фестивале будут звучать произведения композиторов, которые писали музыку для кино. И недавно на днях я пересматривала фильм «Шоу Трумана» с Джимом Керри, и в нем помимо различных художественных воздействий, актерской игры, что очень сильно влияет на восприятие, также большое значение имеет и музыка. И одним из композиторов был как раз-таки Филипп Глаз, произведения которого будут звучать в данном фестивале. Да. Угу. Да. Угу. Я думаю, что любой жанр музыки будет сложно слушать неподготовленному зрителю, если он для него неизвестен. Но если человек стремится к саморазвитию, то ему следует ознакомиться с какими-либо неизвестными жанрами, ну, в данном случае музыкальными. Ведь музыка играет большую роль, которая влияет на всю нашу систему, она помогает выйти за рамки шаблонного мышления, помогает иногда отвлечься, пофантазировать, чего нам не хватает из-за очень быстрого темпа времени. И, к примеру, дизайнеры часто прибегают к такому методу, как брать творческие источники именно из музыки и уделяют этому особое внимание. Поэтому, если человек хочет быть здесь и сейчас, то ему следует обратить внимание также и на современную академическую музыку, которая отражает веяние в сегодняшнем искусстве. И сейчас есть такая уникальная возможность сделать это при помощи музыки и благодаря Омской филармонии. Да. Мгм.